При принятии решений по благоустройству общественных территорий обязательно учитывается мнение жителей. Проводятся встречи, обсуждения, выслушиваются разные мнения и пожелания. Только после утверждения проекта жителями администрация муниципалитета приступает к реконструкции той или иной зоны. Так произошло и с Расторгуевским парком, где назрел вопрос благоустройства. Создали общественный совет и начали работу. У нас было заседание открытого общественного совета, да, при главе, да, нас Алексей Петрович собрал. Были поставлены на голосование два вопроса, да, это троллей, да, его перенос или оставление на том месте, в котором есть, а также веревочный парк. Мы провели ряд голосований, мы также посмотрели мнения жителей по другим голосованиям. А специалистам совета парков мы тоже посоветовались и, в принципе, пришли к очень простому решению. Для оглашения результатов общественного обсуждения и интернет-голосования была организована встреча в Центральном парке города Видное, где собрались члены совета парков, представители общественной палаты и администрации округа, дирекция парков и неравнодушные жители. То, что сейчас озвучено, оно более-менее адекватно, потому что то, что было изначально показано людям, отличалось от того, что сейчас. Хорошо, что и гражданское общество потихоньку развивается. Это, пожалуй, для меня ключевой момент, потому что таким образом у нас действительно получается находить какие-то компромиссные решения. Большинством голосов было принято решение аттракцион троллей в Расторговском парке оставить, но видоизменить и перенести в другое место. В концепции веревочного городка поменяется только его местонахождение. У нас есть рядом детская площадка, рядом со сцены, и там есть такая прямая линия без деревьев, без кустарников, без каких-либо помех. Да, и каждый ребенок без кого-либо может сам залезть, прокатиться по веревочному парку. Мы его перенесем ближе к входной группе, среди деревьев. Вопрос с троллеем планируется закрыть до конца этого года. Веревочный парк запустят, предположительно, в мае 2021-го. Денежные издержки в связи с изменениями в проекте благоустройства берет на себя подрядчик. После сдачи аттракционов в эксплуатацию они будут доступны для посетителей совершенно бесплатно. Юлия Пагасян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.